По данным инженеров сочинских электросетей, на участке собственника находится около пяти кабелей мощностью по 6 и 10 киловатт. Они питают дома более чем полутора тысяч жителей микрорайона «Звездочка». Владелец земли на своем участке собирается возводить дом. Первые же раскопки показали – в грунте находятся кабели. Два из них отлично видны. Данная зона называется охранная зона кабельных линий. Измеряется она в пределах 2 метра. То есть берем среднюю черту, как кабельная линия, вправо, влево по метру. Это есть охранная зона кабельной линии. Значит, представитель застройщика должен был прийти в электросети на топосъемке, согласовать прохождение сетей. А дальше уже получение ТУ на вылазку. Как поясняет владелец земли, о нахождении на своем участке кабеля он не знал. У него тоже имеется топосъемка этого участка, которого он заказал в муниципальном институте генплана. На схеме кабельные линии проходят за границами его участка. На сегодняшний день он ждет результатов экспертизы, которая внесет ясность, рабочие ли эти кабели или нет. Если действительно кабель будет по напряжениям, естественно, это все будет силами электросети переделано. На самом деле я никаких капитальных строений на этих кабелях делать не буду. Если вы заметите, там больше трех метров от этого кабеля, где я собираюсь делать стену, где я собираюсь делать забор. После этого я аккуратно, естественно, не самостоятельно, а аккуратно, может быть, под наблюдением тех же Кубанинерго электросетей, переведу в надлежащее состояние. Сотрудники Кубанинерго и собственник земли пришли к консенсусу, а самое главное, никто не пострадал. При разрыве линий в 6 киловатт предупреждают специалисты, пострадают все в радиусе 11 метров. Сотрудники сочинских электросетей предупреждают, в случае обнаружения электрических линий на своих участках нужно сразу обращаться к энергетикам. В связи с несовершенством технологий прошлых лет, а по схеме 60-70-х годов имеют погрешности, так что жителям необходимо быть бдительными.